Здравствуйте, ребята! Математика 6 класс, раздел статистика комбинаторика. Тема урока – решение комбинаторных задач методом перебора. Цель урока – решать комбинаторные задачи методом перебора. Урок с определения начнём. Что означает метод перебора? Зачем комбинаторика нужна, поймём. На примерах задачи разбора. Комбинаторика – ветвь математики, изучающей комбинации и перестановки предметов. Ещё комбинаторику можно понимать как перебор возможных вариантов. Она возникла в XVII веке. Задачи, для которых из элементов некоторого конечного множества, по некоторым правилам составляются различные комбинации этих элементов и подсчитывается их число, называют комбинаторными. Задачами, в которых приходилось выбирать те или иные предметы, располагать их в определённом порядке и отыскивать среди разных расположений наилучшие, люди столкнулись ещё в доисторическую эпоху, выбирая наилучшее положение охотников во время охоты, воинов во время битвы, инструментов во время работы. Метод перебора. Комбинаторные навыки оказались полезными и в часы досуга. Со временем появились различные игры – нарды, карты, шашки, шахматы и т.д. В каждой из этих игр приходилось рассматривать различные сочетания фигур и выигрывал тот, кто их лучше изучил, знал выигрышные комбинации и умел избегать проигрышных. Как решать комбинаторные задачи? Первый способ – перечисление возможных вариантов. Легче перечислять в таблице. Второй способ – метод перебора или дерева возможностей. Дерево возможностей помогает решать разнообразные задачи, касающиеся перебора вариантов происходящих событий. Каждый путь по этому дереву соответствует одному из способов выбора. Число способов выбора равно числу точек в нижнем ряду дерева. Третий способ – правило умножения. Правило умножения заключается в том, что для того, чтобы найти число всех возможных исходов двух испытаний А и В, следует перемножить число всех исходов. Рассмотрим задачу. Задача номер один. В школьной столовой на первое можно заказать борщ, солянку, грибной суп. На второе – мясо с макаронами, рыбу с картошкой, корицу с рисом, а на третье – чай и компот. Сколько различных обедов можно составить из указанных плюсов? Задача решена тремя способами. На данном слайде покажен первый способ перечисления возможных вариантов. Изучите, пожалуйста, таблицу. Ответ – 18 вариантов. Второй способ – дерево возможностей состоит как бы из уровней. Повторюсь, каждый путь по этому дереву соответствует одному из способов выбора. Число способов выбора равно числу точек в нижнем ряду дерева. В этой задаче число точек в нижнем ряду дерева – 18, а значит ответ – 18 вариантов. Третий способ. Используя правило умножения, получаем 3 умноженное на 3 умноженное на 2 равно 18. Заметьте, ребята, каким бы способом вы не решали бы задачи, ответ должен быть один и тот же. Задача вторая. Сколько четных двусначных чисел можно составить из цифр? 0, 2, 3, 6, 7, 9. Решение. Первый способ. Перечислим возможные варианты в таблице. Изучите таблицу. Как видите, здесь 15 способов. Второй способ. Дерево возможностей. В нижнем ряду дерева 15 точек, а значит ответ тоже 15. Третий способ. Используя правило умножения, получаем 5 умноженное на 3 – 15. Ответ 15 вариантов. Мы рассмотрели решение комбинатурных задач. Надеюсь, вы возьмете на вооружение себе всю информацию с урока и выполните самостоятельную работу. Самостоятельная работа. Первая задача. Сколькими способами можно составить нечетные двузначные числа, используя цифры 6, 1, 9, 0. Только один раз. Вторая задача. Сколькими способами можно составить четные двузначные числа, используя цифры 3, 7, 1, 0. Только один раз. Выберите смайлик. Если тебе было комфортно и ты все понял, первый смайлик. Если материал не понял и тебе было грустно, второй смайлик. Наш урок подошел к концу. Скажу спасибо за урок. Надеюсь, что тебе прошел он впрок. До новых встреч, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!